К 58-му дню рождения Волжского было приурочено множество мероприятий, концертов, выставок и спортивных состязаний. Так, в этом году уже в третий раз состоялся праздник «Волжский город равных возможностей». Он собрал людей с ограниченными физическими возможностями, которые могли не только продемонстрировать свои достижения и таланты, но и получить ответы на интересующие их вопросы, рассказывает Ольга Макарова. Человеческую душу нельзя приковать к инвалидному креслу. В этом уверена Юлия Шевченко. Ее желание танцевать не помеха даже тяжелый диагноз – ДЦП. Поверить в себя и реализовать свои творческие способности Юле и еще 80 ребятам помогают волонтеры и педагоги молодежного клуба «Эверест». За свой труд они получили почетные грамоты от главы Волжского. Те, которые люди находятся дома и на которых очень мало в нашей стране сейчас распространяются все законы, нововведения, мы стараемся именно этих людей вывести из квартир. То есть это те, которые не могут передвигаться, но интеллект у них сохранен. Они могут многое, вы видели сегодня на сцене. Если Юле говорили, что она никогда не сможет ни танцевать, ни ходить, ничего, она танцует, она стремится к этому. Для выступающих на сцене ребят праздник стал прекрасной возможностью заявить о своих талантах. А для сидящих в зале зрителей еще и поводом решить свои насущные проблемы. В рамках мероприятия прямо в фойе городского дворца культуры работали консультационные пункты, где инвалиды могли узнать о положенных им льготах и задать любой интересующий вопрос чиновнику или депутату. К примеру, Антонина Федоровна поинтересовалась, как построить пандус на выходе из ее подъезда. Я уже 7 лет в инвалидной коляске, но не могу выехать на улицу. Мне хочется быть на воздухе, на свежем. Муж у меня тоже больной. У него вторая группа инвалидности, сердечник. Поэтому нам очень трудно выезжать из подъезда по таким вот направляющим, 20-массовым. Поэтому я хочу, чтобы мне сделали пандус. Ответ не заставил себя ждать. По словам специалистов, в Волжском действует программа «Доступная среда». Она предусматривает в том числе и строительство пандусов для людей с ограниченными возможностями. В текущем году на эти цели заложено 100 тысяч рублей. Она приходит к нам. Мы находимся по адресу Кира, 17. Вход у нас с торца. Поднимается на второй этаж и приносит с собой паспорт и справку об инвалидности. Пишет заявление. Мы отправляем ее заявление в соответствующую организацию. Они выезжают со специалистами и смотрят технические условия возможности изготовления. Если таковая изменится, то в течение месяца-полутора пандус изготавливается и доставляется непосредственно заявителю. Волновали людей также проблемы организации транспорта для инвалидов, доступность медицинских услуг, увеличение выплат женщинам по уходу за ребенком инвалидом. Ольга Макарова, Андрей Истомин, телекомпания Ахтуба.